Я добытчица. Я наконец-то добралась домой. Додумала, как говорится, до хаты. Ох, ребята, вот сколько всего понабирала. И это еще... Это еще не все. Я уже в морозилку положила кое-что, но это уже попозже покажу. А сначала давайте разберем... Ой, хотя бы эти сумочки. Вообще не планировала, не хотела делать, говорится, шопинг. Ничего у меня в голове не было, но увидела такие тарелочки и просто влюбилась. Так, запаковали хорошо, что пришлось идти за ножницами. Смотрите, какие тарелочки. Ну вот как, вот как, вот такую красоту за 9 рублей. Она такая глубоченькая, видите, как... Такая вот на салаты или на пасту, да? Класс. Ну вот как ее не взять. Значит, нас только двое, поэтому две одинаковые, две глубокие и две обычные такие. Тоже они по 9. Вот такой вот, как типа наборчик. Две таких, две таких. Ой, как запечатывает отлично. Две таких, две таких. Очень мне сильно понравился. Такой стильненький, стильный набор. С синей каемочкой. Обожаю. Обожаю такие вещи. В общем, такой набор тарелок взяла. Так, вот эту, вот эту пупырчатую оставлю на всякий случай. Посылки можно, если придется мне посылки домой отправлять, то эта вещь всегда понадобится, да? Значит, выбрасывать ее не буду, пока отложу в сторону. Так, это тарелки. Это не из запланированных вообще вещей, которых я взяла. Проходила мимо, как говорится, ребята, постельное белье. Ну вот как? А оно всегда нужно. Как его не взять? Рассветочка. Катон с сатином. Хлопок сатиновый. 50 рублей. 200 на 220 сантиметров. Смотрите, какая красота. Это пододеяльник. Это пододеяльник. Красоты неимоверные, да? Село бабушка. Вот сразу, сразу такое напоминает. Ну вот как не взять? Как не взять на большую кровать? А у нас их две. Ну вот как не взять? Это... А, это тоже. 200 на 220. Смотрите, какая рассветочка. Ну это чистый катон. Хлопок. Чистый хлопок. 28 рублей. Это даром. Это считайте даром. Здесь таких цен нет. Это тоже пододеяльник. Но знаете, за такую сумму, за такую цену, я пододеяльник буду использовать как простынь. Прошит хорошо. Такая рассветка мне очень сильно понравилась. Ой, у бабушки в деревне. Да еще и цена какая отличная. Это есть. Так, следующий. Этот чуть поменьше. 160 на 220. Хлопок. 25 рублей. Тут пионы. Ну вот как? Как удерживаться? Не удержалась, естественно. Это. Это с этой же серии. Да? Такая вот. Розочки. Только тон другой. Этот розовый, а это фиолетовый. 200 на 220. 25 рублей. Прекрасная цена. Замечательное. Качество. Отличное. Кстати, English Home компания. У меня от этой компании я тарелки брала уже. Сейчас покажу. Видите? Как-то брала. English Home. Этой же компании. Село-селом, да? А нравится мне не могу. Салат. Я, по-моему, шубу здесь сделала. На этой тарелке. Так. Пионы. И еще один пододеяльник. Но я его брала как не пододеяльник. 25 рублей. Ну вот как. Как удержаться? А как простынь? А хотя, может быть, и как и пододеяльник буду использовать. Смотрите, с одной стороны зелененький, а с другой стороны принт листики. Осень, да? Я так понимаю. Это принт такой вот. Осень. Но все равно. Очень красиво. Очень. Очень мне нравится. Очень красивая вещь. Тем более за такие копейки. Это тоже не из планированного вообще. А, на пуговках. Этот на пуговках. Те не знаю. Те еще не проверяла. В общем, все равно. Буду доставать. Все равно в стирку пойдет. Вот как же. 25 рублей. Жалко не было, конечно, там простыней и подушек. Очень жалко. Но. Имеем то, что имеем. Вот. Может быть, в следующий раз. Знаете, там такой магазин, вечно с сюрпризами. Может, в следующий раз как пойду. А там и наволки будут. И простыни. А, тоже пуговки. На пуговках. Отлично. Да, на пуговках лучше, чем на молнии. В общем, такая вот красота, ребята. Все равно мне нужно его простирнуть. Естественно. Вот. Простирну, проглажу. В общем, так. Сколько у меня, получается, хотел сказать наборов? Нет. Нет, это не наборы, это просто пододеяльники. Да? Два. Три. Четыре. Пять. Пять пододеяльников. Пожалуйста. Класс. В общем, буду использовать... А, вот взяла. Почему взяла? Думаю, одинаковые. Ну, практически, да, немножко. Это буду как простынь. А эту буду использовать по назначению. Как и есть. Пододеяльник на одеяло. Вот такой вот а-ля комплектик. Наволочки подберу, если что. Если что, в тон можно пустить. Либо в такой тон, либо в розовенький. Ну, там уже посмотрим. В общем, пять. Пять. Пять таких вот замечательных, красивых пододеяльников. Так. Все, осталась сумка. Теперь главные сумки. Громадные сумки. Ух, ребят. И тоже не могла. Не могла. Не сдержалась. Подождите, что это? Что это? Полотенце. Полотенце. Смотрите, какой красоты цвет. Такое банное полотенце. Такой средний размер. Небольшое. Банное полотенце. Цвет няшный. Мне кажется, будет очень хорошо впитывать воду. Качественное полотенце. Такое мне понравилось. Взяла. Сейчас скажу, сколько стоит. 38. Этот магазин называется Brand for Less. И у них есть в этом же магазине есть отдел чиба. И вот в этом отделе очень качественные вещи можно взять. В общем, такое полотенечко. Да, оно не дешевое, как можно сказать. Но оно качественное. И оно будет служить лет 10. Это точно. Эта штучка тоже от Chiba. Я знаю, есть такое кофе, да? Вот, от Chiba. Не знаю. XL Size. Очень большой, конечно, размер. 200 на 200. То есть 2 метра на 2. 2 на 2. Идет 61 рубль. Но это как бы полотенце. Пляжное. Но я его взяла не по назначению. Я его увидела. И я его просто в него влюбилась, ребята. Ну, посмотрите. Ну, как такое, можно не влюбиться. Посмотрите, какая красота. 2 на 2. Размер громадный. Просто громадный. В общем, попугайчики, цветочки, листочки. Все как есть. Принт. С лицевой стороны, с изнаночной. Вот такой, нежнятина. Я его возьму, как простилка. Простилка. Либо на пикник, либо на море. Как вы думаете? Ой, она мне очень понравилась. Такой цвет приятный. Ой. В общем, не знаю. Не знаю еще куда. Но куда-нибудь точно приткну. У Антоши в ванную комнату я уже поменяла. Там, шторку. Вот. А в своей еще нет, как говорится, старая. Хочется чего-то, знаете, чего-то новенького, светленького, летнего. В общем, челки, цветочки. Би-хапи. В общем, вот такая вот гординка, шторка. В ванную комнату. Будет вот так смотреться. Мне приглянулось. Цена. Какая цена была? 25 рублей. Вот. Это есть. Затем. Сумка большая, ребята. Большая. Взяла вот такое вот домашнее платьичко. Тоже в этом же магазине. Вот почему он называется бренд форлес. Потому что там можно найти брендовые вещи. Но это нужно очень постараться. И как повезет, как говорится. Если завоз будет, то вам повезет на бренду. Бренда была ЭЧМ. Такое платьице. А где ценник? Подождите. Я уже не помню, сколько она стоила. Сколько? Где ценник? Подождите. Ну что, стоило что-то копейки. Поэтому я его взяла. Он такой, как атласная, да? Вот. Дома сейчас лето надвигается. Жарень-жарень. Она такая, как платье-распашонка. Ну то есть. Без разрезиков, без ничего. С рукавчиком таким. Спускающимся. Декольте. В общем, домашняя платьица. Удобно. Легонько. На лето. Самая то. Светленькая. Это самая-самая. Носки. Носки взяла. Не знаю, кому. Но судя по размеру, это будет Антоша. Потому что у меня 38-й. 17 рублей. Чемпион. Прекрасно. Беленькие. Хотелось бы просто беленьких. Но беленьких просто не найти. Все равно какая-то эмблемка. Все равно наштампует. Но они такие. Видите, какие. Ни длинные, ни короткие. Самая то. Спортом бегать, заниматься. Так. Букетик. Мне нужно поменять цветочки. Это для декорации просто взяла. Красивых цветов здесь нет. Знаете, что? Нет просто красивых цветов. Вот. Задекорировать что-нибудь. Знаете? Хочется красивой. Это маникюрный набор. Металлический. Со всеми причиндалями. 12 рублей. Вместе с косметичкой. Маленький. Терки. Терочки, губочки. За 9. Две губки. Эко. Натуральные. Знаете, как вот это вот банная моча. Мочалка. Вот из этой же мочалки. Может ее в ванну положить. Антоша и мне как раз две. Нет. На кухне попробую. Ну, тем более за такую цену, знаете, 9 рублей. Две губочки. Нормально. Попробую. Что-нибудь новое на кухню тоже взяла. Так, следующее. Что еще на кухне? Для кухни. Такие вот венчики. Два венчика. А, они не были в наборе. Да. Акация. Акация. Деревяшка. Акация. А этот просто дерево. Неважно. В общем, таких два размера. У меня почему-то не оказалось венчиков. Либо Антоша уже стащил. Себе увез. Такая терочка. Три в одном или два. О, нет. Подождите. Четыре в одном. Это для ногтей пилочка. Это для пяток пенза. Да. Это щеточка для ногтей. А это пятка чухолка. Четыре в одном. И стоит эта прелесть 4 рубля. Какая классная вещь. Так. Идем дальше. Доктор Тиллс. Какой-то. С черной. Элпери. Это волчья ягода или что это? Ну, это точно не смородина. В общем, какая-то черная ягода. Без понятия. Переводчик не хочет со залазить. В общем, это пена для ванны. 19. Не дешевая, но ее много. Еще не пробовала. Литр. Литр вот такой вот пенки. А, с солью еще. Подождите. Она еще и с солью. Мало того, что она пена. В общем, какая-то полезная вещь для ванны. Вот так. Хотя зима уже закончилась. Как говорится, зимой нужны такие вещи. Но мы зимой пользовались только настоями из трав. Делала ванны. И, скажите, и соль. И соль. Ну, не морская у меня соль была, а розовая. Вот. Потом тоже от Чиба взяла вот такой вот ролл. Для спорта, девочки. Для спорта. 21 рубль стоит. В общем, такой вот пробка. Ой. Ролл такой из пробки. Ну, в общем, его можно катать и руки, и спину просто. Мне кажется, можно взять этот ролл, к спине приложить, стать рядом со стеной. И вот так вот катать. Если есть какие-то боли, если есть какие-то отложения. Мне кажется, хорошая вещь. Не знаю. Еще попробую, потом поделюсь своими эмоциями, как говорится. Ножницы. Для краба. Краб мы едим. Краб мы едим постоянно. В основном уже очищенный я беру в готовых баночках. Но иногда тоже прям настоящий краб берем с базара. И вот отвариваю, а потом чистить. Действительно, его очень нелегко чистить. Ножницы в китайском. Это китайский или японский? Нет, китайский. В китайском магазине Dyson. Вот. Взяла вот такие вот ножницы для краба. Для лапок. Не так, как для тела, а вот для лапок. Из лапок, знаете, они очень твердый. Такой панцирь. Не знаю. Тоже посмотрю в деле, как оно будет. Стоит того или нет. Стоил 7 рублей. Вот это вот что-то. Лак для ногтей. Очень хороший. Компания 15 рублей. Такой вот цвет. Не то салатовый, не то желто-зеленый. В общем, видите, цвет сами. Ну, и все остальное это по мелочи. Подождите. Подождите. Мелочи. Мелочи разберем. Вилочки десертные. Или штучки. Ложки десертные. Сердечко. Хотя уже 14 февраля прошло. Для мороженого, для десерта. Прикольно будет смотреться. О, подождите. Что это? Я уже и забыла, что я брала. А это, по-моему, что-то из косметики. Китайской косметики. Это что-то. Макабейс. 15 дырхам. База. Базовое что-то. Перед макияжем. Что-то наносится базовая структура перед макияжем, ребята. В общем, нанесете и будете sexy and healthy. Понятно? Сексуальной и здоровой. После вот этой вот базы. Ой, мне прям интересно. Видите, давайте откроем прям сейчас. Мне с собой интересно, что я взяла. Ну, как обычно. Нелегко открыть. Это как все вещи с Китая. Уж само стало интересно. 15 рублей. Такая маленькая, очень-очень маленький флакончик. А он вот так открывается. А там пипеточка какая-то. А оно вот так? Или что это? Что это, ребята? Ой, выдавливается. Все, поняла. Ой, давится какая-то. Какая-то хреньюшка. Фиолетового цвета. Сейчас. Подождите. Ой, запах приятный такой. Жирная такая структура. Подождите, неправильно делаю. Вот здесь надо это все наносить. Вот теперь правильно, да? Такая какая-то жирная структура. Ой, мне кажется, она сглаживает все неровности. Смотрите, какая прелесть. Единственное, что мне не нравится, что она сильно жирная и блестит. Может, она еще впитается? О, но это тоже надо пробовать. О, ну прям жирная и липкая. Нет, не очень липкая. Просто жирная. Ой, в общем, будем пробовать. Будем становиться секси и хелти. Сексуальными и здоровыми. Так, еще что-то. Сиси-крем. Был у меня Би-би-крем. А я там взяла Сиси-крем. Тоже пипочка. По-моему, стоила десятка. Тоже маленький такой. А, этой же компанией, подождите. Тоже. Секси и хелти. О, прям. Ну прям. Тоже что-то. Ну, типа тонального, да, крема. Ого. О. Ну, вот такой. Ой, я не уверена, что я такая светлая. Может, его немножко нужно наносить. Сначала базу, потом вот этот Сиси-крем. Ой, ребята, потом пудра. Ну, в общем, буду красивая и секси. Что это? Дабл. А, это клей. Это клей для глаз, для век, для ресниц. В общем, такой вот клей. Открывать не буду. Пока не оно. Он не надо. Так. И почти, почти в завершении. Взяла вот такие вот штучки. Это соус голландес. Пачечку. 25 грамм. Ой, хватает намного. На 4 раза хватает. Ну, лично мне. Ну, а так вообще, если вы любите сильно-сильно соусы к рыбе, либо картошки, к овощам. Голландес – это очень-очень вкусный соус. Ну, этой пачечки хватает на… А, нет, хотя написано 4 порции. Ну, а так, чтобы прям поесть-поесть, кто любит поесть-поесть, то это на 2 порции хватит. Или на 2 раза. Очень обалденный. Очень вкусный. И эта компания хорошая. Это лимонный, сливочно-лимонный соус. Тоже к рыбе, к овощам, к пасте. Обалденная вещь. Здесь чуть побольше, я так понимаю. А, да, 38 грамм. Здесь чуть побольше. И по весу прям чувствуется. На 4-6 порции. Очень вкусный соус. Ну, и из английских компаний. Колманс – это у них горчица есть такая. И, по-моему, пикапсы. Что-то, что-то они тоже еще выпускают. Бифстроган. Не знаю, попробую английскую версию бифстроганов. Это грэви. Это соус к мясу. И хлебный соус. Это один из самых моих любимых. Ребята, он ко всему. И курицы. Его можно есть самостоятельно. И с курицей, и с мясом, и с овощами. Это просто отец мозг можно. В общем, вот такие вот незапланированные покупочки. Ну, я рада, в принципе. Неплохой, неплохой улов. Сейчас еще покажу, что еще взяла. В морозилку уже оформила. Сейчас. Так, заморозки уже достала. Немного примяла, конечно. На скидке был. Это в английском магазине. Замороженная рыба, уже филе. Замаринованная с Аляски. Прям с Аляски. С самой Аляски. Можете себе представить. Минтай. 400 грамм. За такую цену. С картошечкой. Ой, здесь такой рыбы не продают. Только в этом вот английском магазине. Потом здесь хадок. Это уже рыбные котлеты, формированные. Полуготовые. Это пикша. По-моему, если я не ошибаюсь, рыбка. Но у нее есть и другое название. Атлантического. С Атлантического океана. Рыба. Две котлетки. Тоже на скидках по 10.50. Это тоже по 10.50. А здесь треска. Котлеты из трески. Две штучки. А, ребята. Можно как с салатом, как на фотографии с салатом. Что здесь еще есть? Подождите. Здесь с помидором идет, да? Помидоры, листики и лук. На этой фотографии. А здесь спаржа. Спаржа, лимончик и немного салатика. Так, затем лосось копченый. Скидки не вижу. Наверное, не было. Но просто я его взялась из-за того, что он уже таким готовым куском идет. Знаете, не порезан, по-моему. Поэтому его очень удобно в салат куда-нибудь пускать. Палтус. Но он был уже замороженный. Не знаю, сколько здесь. 280 грамм. Палтус, белая рыбка. Это самая любимая рыбка Антоши. Я ее как-то не очень. Для меня она очень сильно пресная какая-то, постная. А он от нее просто балдеет. Кстати, одна из самых дорогих рыб, да? Нарезка. Тоже в морозилку положила, потому что сейчас, я имею в виду, сейчас она мне не нужна пока. А так, чтобы было. Я очень, я очень запасливая. Мне надо, чтобы все везде было. Чтобы вот так вот, знаете, один день пришел, вечером сидишь или поздно, либо устал. Ну, не хочется тебе готовить. А что-нибудь все равно надо. Так, раз в морозилочку полезла, у тебя вот такая прелесть ждет. Че, хлеб спек. Свежий хлеб и вот такие вот канапе. Бутербродики, не знаю. В общем, а-ля закусочки. Кусочек сыра. Бутылочка вина. Вот вам и вечер. Вечер удался. А, еще, ребята, чуть не забыла. Банка малинового варенья. Тоже на скидке было. 6 рублей. Англия. Британия. Бритиш. Бритиш колония. 250 грамм. За 6 рублей. Это лучше, чем 18. Ее настоящая цена была. Ну, а за такую... На такой скидке, то есть, можешь себе позволить, в принципе, купить и не одну баночку. Знаете? А я обожаю. Обожаю. Зимой и летом чайок сделал. Блинчики, оладушки или просто ложечка из баночки. Вкуснота. В общем, такие покупочки, ребята. Не запланированный, как говорится, шоппинг. Ну, я рада. Я рада. Много постельного белья. Разного, красивого. Вот. Больше работы прибавилось. Это все надо перестирать, перегладить. А, кстати, чейное оно, да? Мне самой стало интересно за такую цену. Еще не знаю. Сейчас посмотрим. Нет, турецкая. Ну, вот же написано. Турция. Я не знаю, сколько оно стоило до того, но где-то я видела... А вот, к примеру, на сатине. 50-20... 70% скидки. Главное, видно. Вот здесь. 70%. То есть оно уцененное. Либо оно давно лежит. Но оно не гнилое, ничего. Запах приятный. Вот. Либо, знаете, как фашн индустрия. Новая коллекция приходит. Они больше года, по-моему, полтора года. Они и режут. Они сразу это сплавляют. И, по-моему, выгоднее вот так вот продавать по скидке, чем наутилизировать. Утилизация сейчас очень дорогая. Это я так, мысли вслух просто. Просто размышляю. Ребята, здесь не написано, но за 25 рублей. Турция. А если это Турция, это чей хлопок? Узбекский, да? По-моему, узбекский. Я где-то слышала, я не уверена. В общем, наш хлопок в Турции сделан. Помог. Помог. Хлопок помог. В общем, я очень рада этому шопингу. Рыбки взяла, котлетки. Это тоже вот из той оперы. Если лень что-то готовить. Рыбку в духовку. Открыла. Котлеты умопомрачительные. Просто. Открыла. В духовочке 15 минут. А, я еще кладу сверху маленькие такие вот эти самые кубички масла сливочного. Ой. Картоху, пюре. Необычное картоху, пюре. К этим котлетам я готовлю. Я готовлю 50 на 50. Картошка либо с морковкой. Варится вместе, а потом толчется. Либо картошка. Варю вместе с брюквой. Или репкой. Тоже толку. Попробуйте, кто еще не пробовал. Это очень вкусно. Обалденно вкусно. Так, а мне работы сейчас прибавилось. Все убираю. Все чищу. Я довольна. Кстати. И думаю, почему у меня такая любовь к этому цвету и к этому расцветке. К этой расцветке именно. Сейчас покажу кое-что. Мне просто пару месяцев назад попалась вот такая шторка в ванну. Конечно же, я ее взяла. Вот откуда у меня такая любовь к этому цвету. Тоже попугайчики, тоже травка. Только такой цвет, знаете, не сильно яркий, такой влеклый. Это Антошина ванна. Это у него такая занавесочка. Красивая. Была одна. Если было бы их две, я бы себе повесила. Но была только одна. Так что вот откуда у меня. И получается занавесочка она такая на салатовом фоне. А это просто на таком вот. Я даже не знаю, что это за фон. Очень, очень нежнятина. Такой нежный. Очень нежный такой цвет. Не то коралловый, не то. Но это не розовый. Нет. Карамельный. Нет, не карамельный. Вот. И полотенце с той же оперы. Это ему в ванну. Мне кажется, тоже подойдет. В ванну для Антошика. Новое полотенечко. В общем, такие покупочки. Все, ребята, пошла я. Работа не початывает. Работа не початывает. Работа не початывает. Продолжение следует...